Водосброс Там не купаются, потому что очень много людей утонуло. Я рано утром отправлюсь искать этот водосброс. Располагается как раз на той речке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДАРК ГОСТ Я уже был здесь. Этот колодец портал в ад. Я узнал еще множество тайн о этом месте. Единственный человек, который решил мне рассказать более подробней, всю страшную историю этих мест, это Евгений. Он жил здесь в детстве. Все началось, когда начали копать этот зловещий колодец. Его отец принимал участие в этой работе. И он был свидетелем того, как на вырытой глубине 5 метров человек провалился вниз. Со слов его отца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы спустили Андрея на веревках вниз. Для вкерпывания земли из колодца. С ним была керосиновая лампа для освещения. Как только он спустился вниз, земля содрогнулась. И мы услышали жуткий крик. Этот крик был не Андрея. Это было что-то иное. Что-то потустороннее. Я впервые слышал такой звук, от которого страх сковывал мышцы. Мы посмотрели в колодец и увидели только мерцание керосиновой лампы, падающую вниз куда-то в бесконечную темноту. Мы начали кричать, зовя Андрея. Но была мертвая тишина. После мы начали спускать вниз веревку, привязав к ней фонарь. Нам не хватило двадцати метров веревки, чтобы достать до дна. Мы принесли еще примерно метр в сто веревки, но ее не хватило. Пока мы опускали эту веревку, мой напарник нечаянно выронил фонарь в колодец. Наблюдали, как фонарь вращаясь полетел в эту бездну. И где-то через секунд тридцать мы услышали слабое эхо. Плеск воды. Мы в страхе посмотрели друг на друга и побежали в деревню звать на помощь. В колодец никто не решился больше лезть. Также местные власти ничего не смогли сделать. Они лишь сказали закрыть этот колодец, так как закопать его было невозможно. И то, что всему виной подземные реки. И здесь нет ничего мистического. Мы бревнами закрыли его. Через год этой трагедии, которая случилась с Андреем, мы пришли к этому месту. Мы помянули нашего друга и начали уже уходить, как услышали крик о помощи. Это был голос Андрея. Несколько секунд мы были в шоке. После ринулись в деревню за инструментами, чтобы открыть колодец. Открыв, мы посвесили вниз и увидели то, что глубина колодца не превышает трех метров. Вот такая загадочная и жуткая история, говорит мне Евгений. А через сорок лет этот колодец снова открыли и брали с него воду. Евгений узнал об этом позже, когда уже не жил в этой деревне. Люди видимо не знали эту историю про колодец или не хотели знать и решили, что это все выдумки. Еще Евгений рассказал мне про реку, которая протекает неподалеку от этих мест. И то, что после той трагедии с Андреем, который провалился в этот колодец, на реке начали часто тонуть люди. Люди рассказывали про огромный водоворот и жутких существ, которых видели около водосброса на этой реке. Вода с водосброса протекает в нескольких метрах от этого колодца. Возможно, это как-то все связано между собой. Итак, друзья, я нашел в этой деревне заброшенный дом. Судя по его внутреннему виду, здесь начинали сделать ремонт, но почему-то все забросили. Я повсюду развесил пленку для того, чтобы в доме было теплей, так как в этих местах холодно. Я взял с собой все свое оборудование. Здесь я остаюсь на несколько дней. Также специально я купил акваланг, чтобы осмотреть эту речку под водой. Но для начала я хочу более подробней изучить и осмотреть этот колодец. Итак, в дальнейшем мои планы установить возле этого колодца тепловизор и установить сам тепловизор в режим съемки на движение. То есть, если будет какой-то двигаться объект, она будет только тогда фиксировать. Это нужно для того, чтобы сохранить заряд аккумулятора как можно дольше. Я подсоединил здесь машинный аккумулятор. Надеюсь, мне хватит на эти дни, что я буду здесь находиться. Плюс у меня пауэрбанки. А так я пока что заряжаю через розетку 220 вольт. Включил для эксперимента белый шум по рации. И вот я слышал голос. Может быть это какая-то радиоволна, я не знаю. Кто ты? Ты меня слышишь? Кто ты? Кто ты? Что с тобой произошло? В смысле? Андрей, ты здесь? Пауэрбанки. 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 Где вы меня ждете? Где вы меня ждете? куда Андрей, ты здесь? Не помню, в какую воду мне не заходить? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нотбулка загудел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ПЕПЕС ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Странно, что это такое? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой ультразвук. Шорохи. Шорохи могут быть мыши. Почему электромагнит не перестает пищать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не понял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это как так? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он реагирует на меня. Такого никогда не было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такое ощущение, как будто несколько сущностей со мной разговаривают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кто они такие? Это демоны? Они живут в нашем измерении... Они находятся в той реке? Сколько их? Продолжение следует... То есть есть те, которых я не могу увидеть? Ты от них можешь освободиться? Почему? А почему уже нет? Ты раньше мог освободиться от них? Продолжение следует... То есть ты еще там жил после того, как провалился туда? Да... От падения ты ранился? Да... Да... Куда не ходить? Не ходить? Не ходить на речку или к колодцу? Куда? Куда? А не ходить на речку? Да... Они там? Я их могу увидеть? 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 Всё просто как-то очень жутко, и если попасть так, как попал Андрей, то, что он ещё был живым какое-то время, когда провалился, и он говорил, что они его мучили, а после его смерти они забрали его душу к себе. Это реально очень жутко. И, возможно, все их жертвы, они находятся у этих существ. Все люди, которые тонули в той реке, они находятся у них. На эту речку больше никто не ходит. Туда не ходят ловить рыбу, и там не купаются, потому что очень много людей там утонуло. Даже близко боятся подходить к этому месту. Но там есть объездная дорога, чисто проезжает мимо. Я рано утром отправлюсь искать этот водосброс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Где-то здесь, ближе к той тросте, буду плавать под водой и искать ход в ту дамбу. Она как раз идет к той речке, которая вот за этим лесом. Дамба располагается вот как раз таки на той речке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Лестницы все сломаны, что с этой стороны? Я заметил и в той этаже станет Здесь еще подпись Не знаю, было вам слышно или нет Там ход в эту темноту Возможно, это и есть тот проход Который идет под озером Оттуда, кстати, был войт Субтитры сделал DimaTorzok По течению я вот вижу, что вода затекает влево Значит, там идет продолжение канели Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я хожу Принесу fire Нужно найти мой фонарик там У меня еще есть один запасной Но нужно и тот забрать Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я не знаю, что сейчас... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Охренеть, друзья, надо срочно сюда валить! Субтитры сделал DimaTorzok Может быть это из-за огня, из-за этого фаера? Просто я слышал такое, что это в пещерах Допустим нельзя в пещере идти с открытым огнем Может быть обрушение А вот насчет вот этих конструкций я не знаю Либо это что-то другое Я не знаю слышно вам или нет, но сильный грохот Я там фонарик оставлю Сейчас, по секунде, думаю, может сходить За ним быстро, быстро С одной камерой согнулось Вот здесь там дыра Если эта стена рухнет, вся вода польется сюда Вот здесь невозможно дышать Здесь реально невозможно дышать Вот здесь Вот здесь Субтитры сделал DimaTorzok Такое ощущение, будто что-то где-то обрушилось Надо быстрее отсюда уходить В общем, друзья, здесь находиться небезопасно Как вы видели, вот это обрушение Возможно, в той части, которая уходит по другое озеро Там было обрушение Такое ощущение, будто бы содрогнулась вся вот эта конструкция Вся эта дамба И я испугался, вот честно скажу, я испугался Потому что я побоялся, если завалит там внутри И рухнут стены То, во-первых, меня там затопит Во-вторых, даже если я успею выбраться с этого туннеля То меня просто бы зажало там плитами Вы видели высоту этих плит И, друзья, если бы там она треснула То это было бы последнее мое видео Реально Поэтому я не буду больше рисковать И лезть в эту дамбу Просто я сейчас, скорее всего, вернусь в тот дом Я пересмотрю весь отснятый видеоматериал Я не знаю, что еще было под водой Какие там звуки Возможно, там что-то камера засняла Потому что под водой был звук Я его слышал В общем, все, друзья Я ухожу отсюда Пока еще не так сильно темно Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok